Здравствуйте! Глобальное потепление, экономика, экология, абсолютное большинство теорий или концепции в этих областях базируется на каких-то мифах и каких-то околонаучных рассуждениях. Я пытаюсь показать на фактах и на цифрах, что это за мифы и насколько они недостоверны. В частности, решил начать с глобального потепления, поскольку, как это, видимо, самая актуальная тема сегодня. Как известно, глобальное потепление происходит в связи с человеческой активностью, в связи с тем, что он сжигает органическое топливо. Это лживое утверждение. И, собственно говоря, в первых же роликах я покажу, насколько это незначительно. Насколько незначительна роль человека во всем этом. Там очень много проблем. Глобальное потепление само по себе, возможно, существует. Но причины совершенно в другой области. И там много факторов. Космос, Солнце, Солнечная система, мантия и так далее. Всем очевидно сегодня. Всех убедили. Те же самые чиновники международные, те же самые структуры ООН, сам ООН. И все сегодня, кто более-менее публичная фигура, они все время говорят о глобальном потеплении, о карбонном следе, о снижении глобального следа. К сожалению, эта зараза уже перешла и в бизнес-структуру. Уже достаточно серьезные бизнесмены об этом начали говорить. Хотя, по факту, уже это становится тормозом для развития бизнеса. Это такое типично левацкое движение. Ну, вот если говорить о тезисно-причинах глобального потепления. Первое – это человеческий фактор. Второе – это космос. Третий – ну, или подпункт космоса, Солнечная система. И четвертый – геологический. Что касается человеческого фактора, который влияет на прониковый эффект. Ну, всех убедили, все знают, что глобальное потепление происходит в связи с тем, что человек сжигает органическое топливо или ископаемое топливо. Это нефть, газ, уголь, сланцы и так далее. Выделяется СО2, который является парниковым газом. И в связи с этим происходит глобальное потепление. Ложный номер один. Вот структура парниковых газов, всех парниковых газов на планете Земля. В год парниковых газов 7-7,5 триллиона тонн. Доля СО2 примерно 15-16%. Кстати, про цифры. Никто точных цифр не знает. Это такие приблизительные, формируемые вот теми же чиновниками, заинтересованными в алармизме. Даже в этом случае доля водяного пара более 70%. Интересно, слышал кто-нибудь, что надо бороться против водяного пара? Наверное, нет. Движемся дальше. Давайте посмотрим структуру СО2. Она формируется за счет выделения из океана, земли, леса и человеческой деятельности. 33 миллиарда тонн. Из 775-50 миллиардов тонн СО2, выделяемых на планете Земля, 33 миллиарда, всего лишь 33 миллиарда, подчеркиваю, всего лишь 33 миллиарда имитируется только за счет деятельности человека, за счет сжигания органического топлива. То есть всего лишь 5% от всего объема СО2. Идем дальше. Вот, пожалуйста, из общего объема СО2, всего лишь 5% это доля человеческого фактора. В общем объеме парниковых газов доля человеческого фактора всего лишь 0,5. Но, если более строго подходить, используя коэффициенты отражения, эта доля будет еще меньше. Ну, по моей прикидке, примерно 0,05%. Вот цифры. Пожалуйста, пишите, если есть ошибки. Спасибо.